Ваалейкум, ассаляму, арахматулах, и ва баракяту, дорогая устаза. Очень приятно вас слышать. Иншаллах, мне очень приятно, дорогие сёстры. Аллаху, мы с вами на очередном цикле лекций «Третья дуа» из Кур'ана. Аллаху, мы с вами, иншаллах, изучаем каждый урок по одному дуа, который применяем на практике. И каждая дуа, как вы видите, связана с какой-то историей. Эти дуа не просто так появились. Они нам передались от тех времён до пророка Мухаммада, салли Аллаху и салям, и от времён пророка, салли Аллаху и салям, до нас. И мы эти дуа можем применять на практике в соответствии с нашими положениями, в соответствии с нашими жизненными ситуациями. Сегодня у нас тринадцатые дуалы по счёту. Мы эти дуа используем, когда просим прощения у Аллаха, и когда мы боимся быть одним из потерпевших урон. Это дуа из сура Гуд, одиннадцатая сура, сорок седьмой аят. Здесь, несмотря на то, что сура называется Гуд, то есть про пророка Гуда, алей салям, у нас речь будет идти о пророке Нух, Нух, алей салям. И вы знакомы с этой историей очень хорошо. Нух, алей салям, построил ковчег. Мы из Библии это знаем как Ной в ковчег. Мы говорили, что предыдущие книги были неспосланы на семитском языке, еврейском и еврейском, в котором говорится Ной, но по арабскому варианту это Нух. Нух, алей салям, мир ему построил ковчег, который он поместил по самке и самцу. То есть Аллах спонталя повелел туда поселить людей для того, чтобы спасти от его наказания. Любой пророк приходил в свой народ с призывом к единобожию, к таухиду, чтобы мы уверовали только в одного Аллаха и больше не делали со товарищами. Конечно же, Нух, алей салям, призывал всех людей, весь свой народ и также свою семью. И тогда, когда он построил ковчег, туда не сел его сын, к сожалению. Из этой истории мы делаем вывод, что у праведных пророков какие-то члены из домочадцев могут быть неверующими. Представьте эту картинку, когда пророк, Нух, алей салям, делает дауа, призывает своего сына к исламу, к единобожию, а он отрекается от этого. То есть это, представьте ту ситуацию, когда вы, будучи мамой, будучи отцом, или старшим поколением, бабушкой или дедушкой, или старшим братом, старшей сестрой, призываете своих младших или детей, или внуков к единобожию, они вас слушают и отворачиваются. Или хотя бы, если не отворачиваются, то говорят, нет, я лучше обойдусь без этого. Вот в таком положении находился Нух, алей салям, когда призывал своего сына к единобожию, и он сказал, садись на ковчег, поехали, Аллах должен нас спасти. Но он сказал, да нет, я тут постою, я сейчас заберусь на гору, и потоп меня не коснется. То есть его сын решил, что если он сберется на гору, то потоп его не коснется, что он будет выше этого потопа, и он как бы на вышине будет, и этого будет достаточно. Но его отец говорил, нет, это тебя не спасет, садись, меня мой Господь так повелел. Но его сын отвернулся, субханаллах, и не сел. Ковчег по велению Аллаха тронулся, и все, кто находился в ковчеге, в этом корабле, спаслись по милости Аллаха. Аллах спас всех их от его наказания. И это были истинно верующие, истинно верующие, у которых есть в сердце иман, вера, Аллах субханаллах что-то приказал. Мы Аллаха не видим, но мы должны понимать, что Он нас видит. Мы, люди, невозможно, мы не можем сотворить ни комара, не говоря уже о китах, о львах, о слонах, о больших животных. Что говорить о человеке? Когда человек мог сотворить человека? Такого не было. Даже Аллах не стесняется приводить в Коране комара. «Вы можете сотворить комара?» Он спрашивает. «Мы не можем. Мы можем изобретать что-то, технику, но не можем сотворить живого человека с душой, с разумом». И тогда, когда Аллах нас видит, Он для того, чтобы донести до нас, чтобы мы поклонялись только одному Аллаху, больше никому иному, помимо Него нам не спасал пророков. Пророки, все пророки, от первого до последнего, приходили с одним только посланием, с единобожиим. То есть верьте в единственное Аллаха и поклоняйтесь Ему. Он ваш Господь. Все. Призывают к одобряемому, запрещают от порицаемого. Что же плохого в том, что нам говорят «Не убивайте, не врите, не воруйте, не злословьте, не грубите, не обманывайте». Все хорошее, все благое Аллах призывает «Будьте добры, будьте милосердны друг другу, сохраняйте имущество». Все благое Аллах повелевает. И тут его сын Нуха Али Салян решил отвернуться от отца. Он не поверил, что есть Господь. Он не поверил, что действительно будет потоп. Он не поверил, что нужно садиться в этот ковчег. Он не был настолько дальновидный. И Аллах Субханатали наказал весь народ, который погряз в этом невежестве и неверии. Тогда Нуха Али Салян, представьте его состояние, когда его народ был наказан, также его сын. Он пришел в отчаянии. Он попросил у Аллаха дуа, «Как же так, у Аллаха? Он же был членом моей семьи». Он так и сказал, «Как же так? Он был членом моей семьи. Вот представьте, вы призываете, призываете к изену Божий, раз кто-то из ваших сыновей или дочерей остался по ту сторону, а вы спаслись, а он нет». Нуха Али Салян сказал, «О Аллах, он же был членом моей семьи». На что Аллах порицал его в этом аяте, сказанное, прорусство санна, до нас доводит. Он сказал, «Нет же, ты не ведаешь то, что ведаю я. Твой сын был одним из неверующих. Он не верит в меня. Он меня не поклонялся». И тогда, Нуха Али Салян пришел в себя, собрал себя, взял себя в руки и спросил у Аллаха Господи, «Я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Вот здесь о Хавате, я прошу прощения, тему не поменяли. Дуа здесь именно о том, что мы можем оказаться из числа потерпевших убыток. А так прощение, да, мы просим прощения, это остается первый пункт. Здесь говорится, «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего я не ведаю». То есть, Нуха Али Салян не ведал о том, что он, его сын неверующий, он его считал членом семьи, он его считал членом семьи пророка, «Да будет мир над ним». Но Аллах, когда его порицал, он сказал, «Если ты не простишь меня, не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Аккумминальхасири. Альхамдулля, дорогие сёстры, вот здесь вот, как толкование осади у нас как раз есть, он сказал, «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Нух очень горко сожалел о садейном. «Удержи меня от молитв, в которых я прошу то, чего не ведаю. Прости меня, помилуй. Если ты не сделаешь то этого, то я окажусь в числе потерпевших убыток». Воистину, избежать великого убытка можно только благодаря прощению и милости Аллаха. Это свидетельство о том, что Нух не знал, что ему было запрещено просить Аллаха о спасении для своего неверующего сына. Из этой истории тоже вытекает такой вывод, что если кто-то из наших родных неверующий, то мы не должны за них просить дуа. Хотя это очень горько. Помню одну сестру, у неё мама умерла в неверии. Она очень плакала. Она говорила, пророк, салли Аллаху салям, не мог просить за своего дядю Абутолюба дуа, о том, чтобы он простил его и завёл в рай. Сказано, что Абутолюб, его дядя, который был опекуном, который защищал его даже во время бойкота, вся Мекка отвернулась от пророка, салли Аллаху салям, три года. Не давала им ни еды, ни питья. Все базары закрыты были. Народ мусульман, ума страдала три года. Они не могли кушать, они не могли покупать что-то. Им объявили бойкот. Тогда дядя его помогал в этом деле. Проросал сам за своего дядю, который был в поддержке всегда, стоял горой за него, не вошёл в рай, потому что перед смертью он не произнёс шахаду, он не принял религию его племянника. Он посмотрел на своих друзей, а когда они сказали, ты разве предашь религию наших предков? Разве ты не будешь из числа мушриков? У нас же много богов. Есть бог жизни, бог молодости, бог богатства и так далее. Он не смог отказать своим друзьям и в этом неверии покинул этот мир, став ролох. И сказано, что у дяди пророка Абуталиба самое лёгкое наказание, его ноги будут на пепеле, на зале стоять горячим, когда мы печку топим, от печки зала остаётся, но в горячем виде, а голова будет кипеть, как чайник, когда вода закипает, чайник, вот представьте, вот в таком наказании, как бы не всё тело, а голова и ноги. Это сказано, самое лёгкое наказание в верхних степенях ада, но оно вечно, субханаллах. А не было шахады, не было ни пылинки и единобожие в сердце Абуталиба. Он, да, любил своего племянника, но он не уверовал в Аллаха, к сожалению. Пророк, сон селом, не может для него сделать заступничество, он не может для него просто делать дуа даже. И эта сестра за маму родную, которую родила, вырастила, не могла. Не могла делать дуа за свою маму. И так же Нух, алисалям, не мог делать дуа за своего сына. Аллах запретил. Всевышний сказал ему, воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. То есть Аллах, субхану атааля, в этой же суре, в 11-й суре Гуд, в 37-м аяте говорит, что он предупредил его уже об этом, поселив этот ковчег верующих и не просил меня за них дуа. Но Нух, алисалям, забыл об этом. Они были потоплены. И Аллах, спонталь, еще в 40-м аяте говорит, погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью. Он так и повелел. Совместив оба повеления, он решил, что его сын относится к членам его семьи, когда Аллах так приказал. Однако впоследствии ему стало ясно, что его сын относился к неверующим, заступаться за которых было запрещено. И таким образом Аллах упрекнул его о том, что он предупреждал его не просить за него дуа. И он возвал с этим дуа, который мы должны повторять тоже в таких ситуациях, в Язниля, чтобы не оказаться одним из потерпевших убыток. Давайте повторим эту дуа. Каль мы не говорим, потому что каль это он сказал, это слово мы убираем. Рабби, начинается дуа отсюда, Господи, Рабби, поистине я обращаюсь за счетой, вы это слово тоже знаете, мы обращаемся к Аллаху, Мина Шайтана Раджи, бика к тебе, ан от того ас-аляка просить тебя, ма лейса, ма о том, лейса, нет ли у меня биги, о чём? Аильм, то есть аильм это знание, о чём мне нет знания, ва илля иесли тагуфир, ва илля, то есть иесли не тагуфир, простишь ты ли меня, ва тару хамна, слово рахим, рахман, не помилуешь меня, а кун, я буду мин из числа ал-хасирин, потерпевших убыток. Помните, в Суре Аль-Ассир тоже есть кусыр, одним из потерпевших убыток. Бисмилля, давайте, охвате, читать, робби, инни, ауузу бика, робби, инни, ауузу бика, ан, асэля, как на лейс либий, илля, тагуфир, литар, He showed us. I would like to ask you what is not to be taught. And if you are not afraid and you are not afraid of them, you are not afraid. Alhamdulillah, дорогие сестры, пусть эта дуа будет защитой для нас. И не дай Аллах, чтобы нас коснулось такое великое наказание, которое вытерпел наш любимый пророк Нух.